В Алтайской школе футбольных арбитров исполнилось 10 лет. За это время правила футбола досконально изучили полтысячи человек и теперь смело зовутся судьями. А в 2013 году арбитров серьезно не хватало. Был вакуум, как сказал предыдущий оратор, то есть старые ветераны ушли, молодежи нет, подпитки не было судейской, соревнований очень много, надо было восполнять, надо было как-то организовать учебный центр, то есть готовить судей. И вот в 2013 году мы в муках родили эту школу. Да, было очень много трудностей с оформлением документации и с набором школы не было проблем, очень много пришло людей. Школа заинтересовала не только парней, но и девушек. Олеся Викленко в судейство погрузилась два года назад. Чуть раньше пришла в футбол игроком. Благодаря своему тренеру стал участвовать в игре и по ту сторону, хотя и возникали некие трудности. Изначально я приходила на этот курс, сидела, ничего толком не понимала. Вот так вот думаю, что такое, заберите меня просто отсюда. Ну, было тяжело изначально очень. Какой был переломный момент, когда ты поняла, что все, это мой хлеб? Когда я уже начала работать. Сначала мы на детях начинали на тиндерболе. Там дети 5, 6, 7 лет. То есть там я еще тоже не понимала. Когда начала работать с флагом, то есть на все поле 11 на 11 уже большой формат. Тогда я уже начала чувствовать и понимать, что нужно двигаться в этом направлении. Восходящие звезды судейского корпуса есть и среди парней. Говорят, ориентирована Романа Трухановича. Он один из тех, кто закончил школу в первом наборе. Сейчас судит футбольные игры на высоком уровне и преподает. В его группе 20 человек. Раз в неделю мы собираемся. Это теоретическая подготовка. Это каждое правило посвящено. Один или два урока. Час-полтора мы занимаемся. Затем у нас происходят занятия практические на футбольном поле. Это работа с флагами, работа по перемещению на футбольном поле. Затем все заканчивается теоретическим экзаменом и сдачей нормативы по физической подготовке. На последний обращают особое внимание. За матч арбитр преодолевает дистанцию большую, чем футболисты. Бывает, что судья получил травму и не может продолжить игру. Происходит замена. Судейство это не про свист и взмахи флажком, а про труд и полную концентрацию на поле. Профессиональную подготовку студии-выпускников Алтайской школы признают и на федеральном уровне. Она вошла в топ-10 лучших школ страны. Кто знает, возможно, в будущем наши судьи исполнят главную мечту арбитра – провести финал чемпионата мира. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Деницев. День с толком.